Приветствую вас! Я прочитал ваш вопрос. Значит, я прочитаю еще раз его, буду читать и давать какие-то определенные комментарии, задавать вам вопросы для более лучшего понимания вашей ситуации и для более лучшего понимания вас, вот. Ну и после я вам постараюсь дать ответ на вопрос, который вы задаете. Итак, у нас с мужем за плечами у каждого по браку. Я была верна своему бывшему мужу и сейчас. Значит, здесь мне бы хотелось обратить ваше внимание вот на что. Если у вас с мужем у обоих, у каждого за плечами по браку, значит, были на что причины. Интересно, что вы пишете о том, что вот муж изменил своей бывшей жене из-за того, что она ему изменила. И он решил ей, ну вот так, опомстить. Об этом я еще расскажу, а пока хотел бы вам задать вопрос. Если вы своему бывшему мужу были верны, то почему развелись с ним? Какова была причина развода с первым мужем, с бывшим мужем? Какие у вас были проблемы? В браке вашего настоящего мужа понятны какие проблемы, а у вас, в вашем браке, проблемы какие были? Почему вы развелись и расстались? Вы об этом не пишете. Далее. Муж ваш настоящий изменял своей жене в течение пяти лет с постоянной любовницей. Ну, причем того, что вы говорите, якобы он это делал после того, как ему изменила его жена, хотя свечку не держал. Ну, причем этого получается так, что у них взаимная неудовлетворенность. И, по большому счету, неважно, изменял ли он ей потому, что она ему изменила или изменял он ей по другой причине, важно другое. Что он это делал, он на этот человек пошел, и он в течение пяти лет, собственно говоря, благополучно на это делал. И вот это говорит о том, что ваш муж, в принципе, может изменить. Это действительно так. То есть такова его натура. Он может это сделать, он может как-то вот вам изменить, если ему что-то не понравится. И вообще-то говоря, культура вашего мужа такова, что он действительно это способен. Но проблема заключается в том, что способен не только он, способны все, и в том числе и ваш муж. И понимаете, в чем дело Мария? Дело не в том, что он может изменить ваш муж, а дело в том, что вы этой измены боитесь. И вот вопрос в том, почему мы этой измены боитесь. Часто говорить, что все изменяют, но это скорее реакция на то, что ему изменила его жена, или может быть стремление принизить негативное значение своего поступка. Но в то же время, кляжу верности и большинство хотел бы жить без измен со мной. Ну вот, вы знаете, если он часто говорит об измене, то это свидетельствует о том лишь, что его эта тема задел. То есть вот вы говорите, что он красивый, вы говорите, что он уверен с женщинами, а тут хопа и его жена неизвестно точно изменяет или нет, но в любом случае что-то там произошло, какая-то неудовлетворенность была в самом деле. А измены от удовлетворенности не происходило. И вашего мужа, настоящего мужа, это конечно задел и задел довольно сильно, это безусловно. Значит, у него есть желание с вами жить без измен, и я полагаю, что это желание, а вообще-то оно действительно искренним, потому что, ну, если бы он хотел бы вам изменить, ну, он, наверное, не стал бы говорить так, или просто говорил бы о том, что вас любят и что будет только с вами, и все. То есть не стал бы именно клясться, значит, он действительно хочет жить без измен и верить в то, что это возможно. Просто причина, по которой он говорит, это часто связанная с тем, что его заделал. Такое дело, вот интересно, знаете, что, вот вы говорите, что с его слов он это делал после того, как ему изменила его жена, в общем, оправдал себя, то есть вы поверили ему, почему вы говорите, что оправдал, он не был виноват. Он это делал, он это делал пять лет, и вы его приняли таким, получается, раз выислили за него замуж, и совершенно непонятно, почему он должен себя оправдывать, и совершенно непонятно, почему вы считаете его виноватым в чем-то. это вот, на мой взгляд, ситуация, которая мне дается в прояснении. То есть еще раз, вы говорите, в общем, оправдал себя, но он не виноват, чтобы оправдываться. И тем более он не виноват перед вами, потому что все это было до вас. И тем более он не виноват перед вами, если вы его приняли таким, вы же выходили за него замуж. То есть здесь вот очень интересная ваша формулировка о том, что он именно себя оправдывал, то есть вы заставляли его оправдываться. Зачем? Вы хотели, чтобы он доказал вам, что он честен с вами? Вы хотели, чтобы он убедил вас в том, что он желает быть с вами? Вы хотели, чтобы он подтвердил вам свою неуверенность в себе получаться? Вопрос в том, только в чем вы не уверены. Но об этом, я полагаю, речь пойдет ниже. Значит, говорите, что верит мне, но в то же время говорите, что всегда бывает первый шаг по этой теме. И у меня часто появляются мысли, что он может меня изменить, завести любовницу и также скрывать сей шаг, как скрывала жены. Ну, во-первых, совершенно непонятно, почему вы проецируете на себя то, что он говорит по поводу того, что всегда бывает первый шаг. То есть, почему вы это на себя проецируете? Первый шаг бывает. Но дело-то в том, что у мужа этот первый шаг, судя по всему, был проявлением его уязвленной гордости и уязвленного самолюбия. И не очень понятно, почему вы проецируете это на себя, ведь между вами все хорошо. И вот вы говорите, что и у меня часто стали появляться мысли, что он может меня изменить. Это страх измены. Страх измены – это страх одиночества. Вы боитесь остаться одна. Почему боитесь остаться одна? Это, опять же, недостаточно уверенности в себе. Вы, возможно, не цените себя одолженным образом и недостаточно любви к себе. А это, ну, детско-родительские отношения и соотношения между тем, что вы принимаете в себе самой и что не принимаете. А может, одиночество – это, опять же, невозможность находиться наедине с собой, а невозможность находиться наедине с собой обусловлена тем, что для того, чтобы чувствовать себя гармонично, вам нужны другие люди. То есть, в одиночестве вам тяжело. То есть, в одиночестве вам тяжело. И весь вопрос в том, почему. Далее. Для меня эта тема стала… для меня эта тема болезненная. Опять же, вопрос – почему? Знаете, если человек боится измены, то он не уверен в себе и, мало того, если человек боится измены, то боится потерять партнера. Значит, этот партнер ему для чего-то нужен. Интересно, что вы не говорите про любовь, вы не говорите про то, что любите своего мужа, про то, что вас там любит муж и так далее. Вы говорите о том просто, что вы боитесь измены. Но, если вы любите мужчину, если вы делаете все, то он был счастливым. Если вы видите улыбку на его лице, если вы видите счастье в его глазах, то смысл ему изменять тогда зачем? Это не какой-то вопрос. А на кого вы обращены в своих отношениях с ним? На себя и стремитесь обезопасить себя или на него и стремитесь сделать так, чтобы он именно был с вами. Даже вплоть до желания развести заранее, дабы не было в дальнейшем больно от предательства и так далее. А почему вам должно быть больно от предательства, Мария? Знаете, какая ситуация? А предательство – это очень интересная вещь. Если человек предал вас, как муж ваш изменял своей бывшей жене, то это не предательство. В течение пяти лет человек ей изменял с любовницей, значит он ее уже не любил. И с ним его удерживали только интересы. И жена, скорее всего, знала о том, что он ей изменял, но закрывала на это глаза. И это не предательство, это всего лишь означает, что человек не совсем тот, каким вы его представляли. Вот и все. И боль от предательства означает боль от одиночества. От одиночества. Опять же, от одиночества. Потому что если вы человека любите, вы хотите, чтобы он был счастлив, и если вы видите, что он изменяет вам, значит с вами он не счастлив, и его нужно отпустить. Если вы любите его, вы это понимаете. А если он вам нужен для чего-то, для своих потребностей, для оккупирования, например, вашего одиночества, то да, вам больно. Но если человек изменил вам по ошибкам, например, или просто поддался слабости, но потом, например, раскаивался в этом, то естественно, естественно, это и есть предательство. Но предательство в данном случае продиктовано тем, что человек не получает того, что ему нужно. Он не удовлетворен. И исходя из этого, я могу сделать вывод, что в этом случае, в случае именно предательства, в данном контексте, можно поговорить, выяснить, чего человек у них хватает, и постараться ему это дать. Да, это неприятно, да, это больно, но это боль еще и ваше ответственность. У меня здесь складывается такое ощущение, что вы совершенно не принимаете во внимание то, что вы напрямую влияете на то, изменит вам мужчина или нет. И вот своими такими мыслями, своим таким поведением вы подталкиваете мужчину к измене, потому что он чувствует, что вы не уверены в себе. Одна жизнь растворяется в нем, его подозреваете, а это давит на него и подталкивает его к этой самой измене. Далее, вы пишете, уже никому не верю, а считаю, что все изменяют и предают. Ну, это, кстати, это уже как-то прямо некой такой паранойи попасть его, то есть, почему вы проектируете на всех уже, на всех людей, что все изменяют и предают? А, кстати, кто все? О ком вы говорите? Почему вас волнуют все? Что вы можете сделать, чтобы вам не изменяли и не предавали? Вот конкретно вы. Понимаете ли вы, что если с вашей стороны идет полная выкладка на 100%, и вам основной изменяют, значит, это не ваш человек, и этот человек вам не нужен. И понимаете ли вы, что изменя по сути это фильтр, это фильтр того, что отсеивается тот, кто вам не нужен. И еще раз повторю, у вас здесь довольно четкий страх измены, и вы боитесь не измены, как таковой, а того, что за ним следует, за ней, точнее, следует. И весь вопрос в том, насколько это страшно для вас, чем это страшно для вас конкретно, ну и почему вы боитесь того, чего еще не наступило. То есть это вот такие направления рационализации, на которые вам стоит обратить внимание. Может просто семейная жизнь не для меня, пишите вы, и мне проще жить одно, ведь, как говорится, жена не уйдет к другому, если нету жены. Ну и знаете, здесь, по сути, вы не хотите брать на себя ответственность, потому что боитесь боли, а боли вы боитесь, потому что от этого меняется ваше представление о себе. И вот вопрос заключается в том, в какую сторону меняется ваше представление о себе, и почему они меняются в целом. То есть вы говорите, мне лучше жить одно и то, и что, чтобы не испытывать боли. Боли от чего? От того, например, или что вас, ну допустим, от того, например, что вас бросили, вас предали. А почему вам от этого больно? Потому что вы проектируете это на себя. То есть вы не допускаете, что человек это съел, просто от этого съел. Это и, как бы, это не из-за вас. Это не из-за вас. И если это произошло по вашей вине, то не бояться надо того, что вам изменит, а выводы извлекать из того, что произошло. Почему изменил? Если изменил один раз, если не жалеет об измене. Понимаете? Что его спровоцировал? О чем он думал? Какой у него был мотив? Вот это важно. А не бежать от ответственности. Часто подозреваю мужа. Пишите вы. Ну, а это, по сути, отзеркаливает свое отношение к себе. То есть вы не уверены в себе и проектируете это на мужа. То есть не уверен в себе, не уверен в другом. А он, мне кажется, спокоен, так как уже переживал измены, за стороны женщины, и его этим не удивишь. Ну, здесь, если честно, даже немного затрудняюсь, что вам сказать, потому что, видите, видите ли, он не спокоен раз говорит о том, что все изменяют. Его это задело. И мне немного грустно, что вы не видите, как переживает ваш муж, опять же, концентрируется на себе, по большому счету, а не на нем. Из этого я хотел бы задать вам вопрос. А вы его любите? Каковы ваши отношения с мужем? Вообще. Думала, может, само измените, тогда все станет понятно, и не так больно, но вряд ли решут на такой шаг. А что станет понятно? Почему вы исходите из того, что еще не произошло, Мария? Что мне с этой кашей в голове делать? Ну, я полагаю, что вам необходимо более ценностное отношение к себе воспитывать, прорабатывать свою неуверенность в себе, больше себя любить, принимать себя, работа на принятие себя вам рекомендуется здесь, и, собственно говоря, работать над своей самодостаточностью и над тем, чтобы вы не боялись одиночества, чтобы вы не боялись остаться одной, и более четко прорабатывать свою модель женского поведения, чтобы быть для своего мужа той женщиной, которой менять не захочется. А то вы свое поведение не меняете, свое поведение не корректируете, а просто боитесь, просто даете волю своему страху, который продиктован вашими личными проблемами, и прессируете в этом все на своего мужика, который, может быть, вам и не собирается изменять, а, может быть, и собирается, но в любом случае, пока он этого не сделает, он его оценить, а наперед вы никогда не узнаете, о том, изменится он вам или нет, поэтому я воздался на каждой минуте. Если вы человека, опять же, любите, и делаете его счастливым каждую минуту, чтобы у него не было оснований вам изменить, вот и все. И, кстати, вы не знаете, какие там у него были отношения с его женой, может быть, а не с женой, как кошка с собакой жили. В любом случае, измены – это свидетельство проблем внутри пары с именем, и просто так измены не происходят. Если вы не хотите, чтобы изменили вам, то нужно, чтобы этих проблем у вас не было. А вы пока своим поведением именно издаете эти самые проблемы. Далее, значит, немаловажный момент, что я не красавец. Значит, ну, здесь вот, сразу, на мой взгляд, у вас идет такая интересная реакция о том, что вы себя недооцениваете и очень сильно зависите от мнения других людей, что, опять же, продиктованы ваши неуверенности в себе и теперь же детско-родительскими отношениями. То есть, видимо, родители не относились к вам так, как будто вы были достаточно красивы. То есть, вам не говорили, что вы самые красивые, вам не говорили, что вы красавица, вас не приучили думать о себе, как о красивых. Ну, значит, ну, ну, научиться принимать себя такой, какая вы есть, учиться ценить свои плюсы, свои достоинства, максимально их раскрывать, а на недостатки смотреть, как на свои особенности и индивидуальные черты, которыми, кстати говоря, они и являются. Далее. Вы говорите, что два раза в жизни меня называли страшно. Ну, вот, знаете, Мария, это точно звучит как-то довольно-таки странно. Два раза в жизни вас называли страшно, и вы почему-то поверили. В детстве один раз назвал меня страшно светский мальчик. Но мальчики вообще всех девочек называют страшно. Просто потому-то они их действительно пугают в силу того, что девочки для мальчиков это неизведанные вообще существа. Непонятно совершенно, почему вы поверили ему, но тогда вы были маленькая, вот, и опять же, вы, по идее, должны были сказать об этом своим родителям, которые вас, по идее, должны были успокоить, но которые, судя по всему, этого не сделали. Или сделали, но недостаточно хорошо. Далее. Второй. Совсем недавно парень лет 20 в поезде, но это было после того, как он попытался ко мне подойти и познакомиться, а я отвернулся от него. Было очень обидно от его слов, демонстративных соседям, что я страшно и не в его вкусе. Хотя мне уже 35 лет, не маленькая, чтобы обижаться. Мария, ну, здесь я даже не знаю, от какого края вам начать говорить. парень лет 20, то есть по сути ребенок, попытался к вам подойти и познакомиться. Вы только подумайте, парень попытался с вами познакомиться, а после назвал вас страшным. То есть, что получается, что он попытался подойти и познакомиться к страшным? Ну, это же абсурд. А сказал он так, чтобы принизить ваш отказ и ему, чтобы не выглядеть таким глупым и неудачником. В психологии это называется защитный механизм психоанализа, по Фрейду. Защитный механизм принижения, когда то, что не можешь получить, начинаешь принижать, дабы искусственно снизить значение того, чего ты не получил. Смотри, ну, даже без этих знаний вам просто оперируя теми фактами, что он попытался с вами познакомиться, ну, уже достаточится, чтобы понять, что это просто реакция отверженного мужчины, вот и все. И почему вы, почему вам обидно было? Это лишь только говорит о том, что вы сами себя красавицу не считаете, вот это очень плохо. Потому это каждая женщина и вы в том числе красивая, но красивая по-своему. И нужно вам эту свою красоту раскрыть, уметь ее раскрыть, тянить себя, любить себя, уважать себя, знать свои сильные стороны, чтобы умело ими пользоваться, знать свои слабые стороны, чтобы представлять их как сильные. Понимаете? Вот и все. А красота это внешняя красота, это всего лишь стереотип. Ну не будет парень подходить к девушке, к женщине, если она для него страшна, зачем на нее тратить свое время, вы подумайте только об этом. Далее, далее, муж красивый, уверенный в себе женщина. Думаю о разводе, но все это пока не остыду. Вы знаете, Мария, у меня сложилось такое впечатление, что определенный кризис ваш, может быть, комплексы, может быть, тотальная неуверенность в себе, которая у вас имеется. Они просто копились, 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 и вот сейчас они достигли своей критической точки, когда вы уже своими собственными силами справиться с этим не можете. И вот у меня такое ощущение, что все, что с вами происходит, это просто-напросто катализатор такой. Просто катализатор того, что с вами происходило еще в детстве. Довольно забавно, что ваш муж, бывший муж, бывший муж не называл вас страшным. И назвали вас жражды, люди, которые вам были никто, по сути. и вот у меня вопрос, это вы такой возмущаемый человек, или вы настолько неуверенны в себе, либо вы так сильно боитесь одиночества, что у вас вот это вот все есть, то, что вы описали. но в любом случае, каша в голове связана с боязнью того, что вам изменит муж. Каша в голове это произойдет из завышенного значения для вас, вашего мужа. То есть, он для вас чересчур значим. Вы в нем нуждаетесь. И вопрос заключается в том, в чем и почему вы в нем нуждаетесь. Откуда завышенная нуждаемость в нем? Каких отношений вы хотите вообще вот между мужчиной и женщиной, какими вы считаете должны быть отношения? И исходя из этого, уже выстраивать свою позицию. То есть, сперва модель гендерных отношений определяете, а после проверяете обеспечение своей позиции в этом виде гендерных отношений. И в обеспечении вам необходимо заложить все для того, чтобы быть максимально самостоятельным партнером в них. Вы партнер, не самостоятельный, вы партнер, я бы даже сказал, зависимый от другого партнера, что и порождает такую вот реакцию. Ну, вот, в принципе, это то, что мне видится из вашего вопроса. То есть, ну, знаете, по вашему тексту такие вещи вы говорите, что либо у вас истерика случилась, либо вы действительно такой эмоционально внушаемый человек, либо вот прям буквально сегодня вот что-то произошло такое, что вас выгодно из колеи окончательно. Вот. Но то, что вы находитесь на определенном эмоциональном подъеме, я бы даже сказал, негативном подъеме, это франт. Потому что говорите, вы, ну, вечно совершенно не выдерживаете никакой критики. Особенно про то, что думаю о разводе, чувствую еще не о силе, никому уже не верю, думаю, что все изменяются, хотя какое вам дело до всех, да, и так далее. Вот. И вот это ваша защитная реакция заранее убрать возможный источник боли, но это просто-напросто страх. И я полагаю, что у вас несколько видов страхов. С одной стороны, это боязнь потерять своего мужа, с другой стороны, это боязнь испытать боль и изменение представления о себе. Ну, возможно, например, доказательство того, получение доказательства того, что вы, например, некрасивая. И тем самым испытать падение самооценки. вот здесь нужна работа над тем, чтобы вы пришли к тому, что вы красивая и внешне, и внутренне, и что внутренняя красота определяет красоту внешнюю, и так далее. Вот. Но это работа. Это лично сирот. В первую очередь проработка детско-родительских отношений и, конечно же, вот того, как вы сами к себе относитесь, насколько принимаете себя, насколько любите себя, цените и так далее. А виноватых искать не надо. Виноватых нет. Это отношения людей только. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Кстати говоря, еще раз скажу, что ключевым фактором к пониманию вашей проблемы является то, почему вы развелись со своим бывшим мужем. Это очень важно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если у вас появится желание написать дополнение, то пожалуйста напишите мне в личку о том, что вы это сделали, я прочитаю его и дополню своим ответом. Если вам понравилась моя запись, я буду благодарен, если вы сделаете мой ответ лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. 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 Удачи.